Вы смотрите отзыв об отеле Бетфорд. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Александр подчеркивание Z, который был в нем в 2012 году. Останавливались в Лондоне в отеле Бетфорд с 29-40-2012 по 06-50-2012. Отель понравился. Номер не маленький, интерьер можно назвать новым. Убирались каждый день. Санузел раздельный. Окна выходили во двор, села улицы не доносилось никакого шума. Работники вежливые и доброжелательные. Завтраки предлагают двух типов в виде шведского стола. Первый тип, континентальный, уже входил у нас в стоимость и включал в себя мюсли, фрукты из компота, выпечку, тосты с маслом и джемом, соки, чай, кофе. За второй тип, английский, нужно было доплачивать 4,5 фунта с человека. Он включал в себя все, что входит в континентальный плюс жареный бекон, сосиски, яичницу, тушеные томаты и бобы и варено-копченую пикшу. В номере есть чайник, ежедневно пополняют запас пакетиков кофе, чая и сахара. На ресепшене есть сейф и стоит 0,5 фунта в сутки. В холе и в номерах есть бесплатный Wi-Fi, пароль можно получить на ресепшене. Для розетки понадобится адаптер. Его можно взять на ресепшене или купить в городе. Если у вас поздний выезд, то можно оставить свой багаж в отеле в камере хранения и еще погулять. Отель удобно расположен. Если положить перед собой карту, то слева от отеля на карте будет Британский музей, торговые улицы Оксфорд и Риджин. Бейкер-стрит с музеем Шерлока Холмса, музей Мадам Тюсу и другие. Внизу на карте вы увидите Пикадилли, Театр Ее Величества, Трафальгарскую площадь с Национальной галереей, Дом парламента с Биг Беном, Вестминтерское аббатство, Колесо обозрения и другие. Справа на карте будут собор Святого Павла, Таларский мост и Таларская крепость. Мы самостоятельно пешком посетили все эти и другие основные лондонские достопримечательности, а также съездили в Стоунхендж и в студию создания фильмов о Гарри Поттере. В Стоунхендж ездили с Golden Tour, билеты купили где-то в центре за 29 фунтов. Попросили, чтобы автобус забрал нас от отеля Royal Nation, который находится в 5 минутах ходьбы от Bedford. Автобус собирает всех и привозит в место сбора, где все уже расходится по автобусам нужных направлений. Можно и сразу в место сбора отправиться, но возможно, что его в первый раз сложно будет найти. Оно находится во дворе здания, под стеклянной крышей, напротив вокзала Виктория. Группа получается интернациональная, водитель, он же экскурсовод, общается на английском. Ехать часа полтора-два. Перед входом в Стоунхендж давали аудиогид на разных языках, в том числе на русском. Времени на осмотр у нас было около одного часа. К самим камням подходить не разрешается. Вокруг установлено невысокое ограждение в виде веревки на колышках. Ограждение находится на разном расстоянии от камней. Минимальное расстояние до камней – метров 10, максимальное – метров 50. Также там есть сувенирный магазин. Ездили в студию, посвященную съемкам фильмов о Гарри Поттере. Полное название студии – Warner Browser Studio Tour London The Making of Harry Potter. Посмотрели декорации, костюмы и реквизит к фильмам, побывали в Большом зале Хагварции в Косом переулке. Весь осмотр занял у нас часа три. Если вы увлекаетесь всем, что связано с Гарри Поттером, то, вероятно, вам будет интересно посетить эту студию. Если же вы рассматриваете ее просто как очередную достопримечательность, то, вероятно, ощущения от посещения будут средними. Билеты нужно заказывать на определенный день, на определенное время и оплачивать заранее через интернет на сайте http www.studiatour.co.uk, перед входом они не продаются. После оплаты на электронную почту приходит подтверждение. Его нужно распечатать и в кассах студии уже обменять на входной билет. Для обмена потребуется документ, подтверждающий личность. Фотографировать там можно почти все, но только для личного просмотра. Поэтому, извините, выложить фотографии здесь не могу. Также в студии есть сувенирный магазин, где продаются волшебные палочки, одежда и символика факультетов Хагварца и другие. Добраться до студии можно разными способами, они описаны на сайте компании. Нам показался наиболее удобным и недорогим путь на электричке. Выходите из отеля налево, через 10-15 минут слева будет вокзал Юстон Стейшн. Проходите в его левый дальний угол, где стоят автоматы по продаже билетов и покупайте билеты до станции Watford Junction. За билет типа пиков туда и обратно мы заплатили за одного взрослого всего 9,5 фунтов, что существенно дешевле другого предлагаемого способа. Трансфера на автобусе Golden Tour за 55 фунтов. Время в пути, минут 15-20. Выходите на Watford Junction в город, там слева будут остановки автобусов. От остановки номер один каждые полчаса до студии ездит автобус. Билет туда-обратно покупаете у водителя, стоит 2 фунта. Входили в театр Ее Величество, Хер Мэджест и Эс Фиатер на мюзику Призрак Оперы, очень понравилось. Красивая музыка, декорации, костюмы. Все-таки не зря он считается самым кассовым развлекательным мероприятием всех времен. На него, как и на многие другие культурные мероприятия, в день посещения билеты можно купить за полцены. Билетных касс в центре очень много, особенно в районе площади Леста. Каждый вечер можно видеть, как англичане, и мужчины, и женщины, стоят возле пабов после работы, пьют Киева или Эли культурно общаются. Очень понравилась лондонская архитектура. На улицах довольно много красивых старых зданий, каждая из которых имеет какую-то свою архитектурную изюминку. Гиды рекомендуют покупать проездные ойска. Поездки в течение недели в одном-двух зоне обойдутся в 29 фунтов плюс 5 фунтов залог за карточку, потом можно вернуть. Подробнее рассказать не могу, так как мы везде ходили пешком. Воспользовались системой Text3 и вернули себе часть НДС, закупленная одежду и обувь. Вообще у Text3 много особенностей, но основные шаги такие, перед оплатой просить в магазинах чек для V3 Fund, в аэропорту перед регистрацией поставить на чеках штампы. При этом нужно быть готовым показать купленные товары, и после погранконтроля подойти к специальной стойке TravelX. Это в аэропорту Хитроу, где по некоторым чекам могут вернуть наличными или перечислить на банковскую карту, а по некоторым – только на банковскую карту. Жена попросила написать, что ей понравилось качество косметики Бутс. Продается в аптеках Бутс. Стоит в несколько раз дешевле мировых брендов. Тур назывался «Визит в Лондон», покупали его ОДПВС. Будем рады, если кому-то эта информация будет полезна. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин